Приветствую вас, друзья и гости канала. Не хотел я писать видеоролик с автомобиля, но я думаю, раз видеоролик будет про автомобиль, наверное, стоит из него и записать. Так вот, сегодня я прошел очередной ТО. За бортом у меня уже, я на автомобиле проехал 60 тысяч 500 километров. Ну и, конечно же, ТО. Куда же без этого? Сразу говорю, для тех, кто не знает, компания Тойота, это единственная компания, у которой регламент прохождения ТО раз в 10 тысяч. Не раз в 15 тысяч, не раз в 20 тысяч, а раз в 10 тысяч. Каждые 10 тысяч километров вы должны приносить свои кровно заработанные деньги официалу. Кто-то скажет, можно официалу не обслуживать. Да, можно, но, знаете, если бы я брал бы любой другой автомобиль, то, скорее всего, так бы я и сделал. Но, так как еще даже с первых километров мне начала машина преподносить сюрпризы, да, там, то левая колонка не работает, то стеклоподъемник там шуршит непонятно как, то еще что-то, ну, такое помелочи, да. И отсюда я сделал для себя выводы, да, то магнитола, там, связь, то ловит, то не ловит. Я, конечно, понимаю, что кто-то скажет, магнитола и автомобиль при чем здесь? Ну, ребят, я же покупал автомобиль определенной комплектации, и, например, за ту же самую магнитолу, да, за электросеклоподъемники, я же за все это доплачивал. Соответственно, оно должно все работать, ну, логично же, как бы, если бы мне это было не важно, да, я, например, хотел бы другую магнитолу, все, я взял бы самую дешевую комплектацию, и этим был бы доволен. Ну, я брал максимальную комплектацию, это у меня машина 2019, ой, 2018, извиняюсь, 2018 года выпуска, скоро ей будет почти ровно год, и вот пробег 60 тысяч. Почему такой маленький пробег? Ну, не знаю, потому что еще есть второй автомобиль, потому что иногда я передвигаюсь на другом автомобиле, так бы, конечно, был бы пробег тысяч, наверное, 90, ну, не меньше, чем 90 тысяч, вот я пытаюсь сейчас суммировать. Так вот, сегодня я прошел ТО, нужно было сегодня поменять передние тормозные колодки, это второй раз за все это время, да, и пришлось поменять еще тормозные диски почему-то, я не знаю, почему так диски быстро ушли. И в итоге у меня сегодня ТО встало в 40 тысяч рублей, ну, плюс еще была замена масла, замена фильтров, и, в принципе, больше ничего там, да, такого, чтобы там поменяли за эту сумму, например, масла в коробке, нет, такого не было, чтобы, например, там еще что-то сделали, нет, такого ничего не было, просто тупо обычное ТО, и вот по цене вышло именно так. Так вот, теперь вот я сегодня взял и попросил парня с базы, он мне распечатал, сколько же я потратил денег просто на ТО, ну, интересно же, и вам, наверное, интересно. Так вот, меньше чем за год владением автомобилем, только на ТО у официального дилера, это в Сочи, я потратил 143 тысяч рублей, только на ТО за 60 тысяч пробега. Если мы, например, сравним, например, с теми же самым Nissan Qashqai, ну, к примеру, да, возьмем Qashqai, двухлитровый двигатель, да, и тому подобное, то у Qashqai бы за это время прошло 4 ТО. Самое дорогое ТО у Qashqai это 20 тысяч рублей, ну, больше 20 тысяч и не будет, ну, 20 тысяч рублей, ну, не больше, ну, это 80 тысяч, хотя там по факту вышло бы гораздо меньше, там, потому что первое ТО на Qashqai выходит 12 тысяч, второе ТО выходит, потому что замена тормозной жидкости происходит, зачем-то там у Nissan меняет Qashqai 30 тысяч, выходит там около 17 тысяч, ну, и так далее. В общем, в среднем 15 тысяч укладываешься, 100%. Так вот, даже если бы 20 тысяч уходило бы на Nissan, то у меня бы, Nissan бы съел бы за это время всего лишь бы, ну, образно, 8 тысяч. Здесь, конечно, за 60 тысяч пробега у меня ТО просто шоколадное, 140 с лишним тысяч, 140 с лишним тысяч, да. При этом ТО делают не всегда хорошо, не всегда качественно, да, ну, элементарно, там, например, воду не зальют, там, или какую-то там стекломывающую жидкость, да, не всегда помоют машину, потому что думают, что она может быть и так сейчас, ну, чистая. А бывает, что машину помоют лучше бы не мыли, когда ты пригоняешь на чистой машине, которая там все вылезла, а тебе сверху ее облили, и все, и сделали ТО, и в итоге остались подтеки, где нужно сразу же загонять автомобиль на автомойку, понимаете? Поэтому, как бы, везде фигурирует, что автомобиль Toyota RAV4, это рабочая лошадка, недорогая в обслуживании, надежная и тому подобное. Ну, по факту, что мы имеем? По факту, мы имеем за меньше, чем за год, там, за 60 тысяч пробега, 142 тысячи только на ТО. Но, опять же, я не буду говорить про каска, которую Toyota ее повышена, не знаю, почему она повышена, может, потому что угоняет или еще что-нибудь. У меня каска обошлась с 5-процентной франшизы, ну, просто, вот можете поверить, да, 5-процентная франшиза, это 110 тысяч рублей у меня франшиза получается. И эта каска стоила 110 тысяч, 110 тысяч. Например, на Nissan, да, вот, если, например, брать X-Trail, и он стоит 2 миллиона рублей, то каска обходится, ну, обходится в 55 тысяч. Ну, в два раза дешевле, в 55 тысяч, там франшиза будет 25 тысяч рублей, но никак не 110 тысяч рублей. Остальные, такие вот, как бы, если брать за, ну, как бы, остальные, если брать, как вам сказать, затратные, не буду, да, не буду говорить, сколько там солярки. Ну, солярка употребляет 10,5 литров, да, отсюда вы можете сами сделать вывод, сколько же у меня в итоге получается денег на ГСМ. Ну, много чего вы можете сделать, много каких выводов вы можете сделать сами, поэтому можете сами посчитать. В одном из видеороликов я озвучивал. Так вот, если мы возьмем все-таки обслуживание, да, обслуживание по качеству, ну, я бы не сказал, что прям обслуживание у Toyota вау, да. Я считаю, что Toyota, они немножко, немножко зажрались. В каком плане? Ну, типа, идут все зомбированные люди, да, Toyota самая лучшая, Toyota управляет мечтой. И тому подобное. Я сегодня увидел, ребят, я увидел сегодня двухсотый, да, двухсотый я увидел, двухсотый за 7 миллионов 250 тысяч рублей. Вы представляете себе, ну, кто из нормальных людей возьмет двухсотку за 7 миллионов 250? Это скидка на нее 350 тысяч, да, так бы без скидки еще дороже. Может, там какой-то обвес был, может, еще что-то. Я сегодня увидел Prado, ребят, Prado с трехлитровым двигателем, вот этот от мопеда, с которым он едет, я увидел за 5 с половиной миллионов рублей. Вы представляете, нужно быть каким сумасшедшим, чтобы купить себе Prado за 5 с половиной миллионов рублей. Ну, в общем, вот такая, да. И цена, ну, нифига не бюджетная. Я сегодня Corolla увидел за миллион четыреста. Corolla за миллион четыреста. Это какие цены, просто жесть. Да, RAV4 тоже видел, да, такая комплектация, как у меня, стоит 2200, но тоже, я считаю, что это немножко дорого. Ну, даже немножко дорого, это дорого. Как бы, я считаю, что гораздо дешевле должен. Опять же, да, если вот мы сейчас с вами будем парковаться, это чудо-автомобиль, у которого, да, у которого отсутствуют, как таковые, сейчас я припаркуюсь, потому что здесь очень сложно парковаться. Все, до конца доедем, все. Это, например, тот автомобиль, да, где отсутствуют, вот сейчас, на данный момент, подсветки, да, ну, нет подсветки. Это там автомобиль в топовой комплектации, где нет подсветки электростеплоподъемников. Ну, понимаете, вот здесь реально хватает геморроя, так скажем, ну, реально хватает геморроя. Поэтому отсюда, конечно же, мы делаем вывод, что, скорее всего, вот второй раз, вот я Toyota, который управляет мечтой, я, скорее всего, точно не возьму. Конечно, сейчас смотрю, наверное, новый RAV4, да, вот картинки красивые, интересные, чем-то похожие на Lexus, но не Lexus. Ну, не знаю, если они оставили все то же самое, да, то я считаю, что не совсем то, что хочется. Опять же, по подвеске, да, все говорили, Nissan подвеска плохая. Блин, согласен, да, не самая лучшая подвеска, но здесь, да, по сочинским идеальным дорогам, ну, когда ты, не дай бог, там где-то оказался подальше, и где-то там есть небольшие колдобины или еще что-нибудь, пробивает до отбойников, я просто в шоке. Такую некомфортную подвеску, я бы, наверное, точно такой автомобиль не захотел бы иметь в городе Орске, или в Оренбурге, где отсутствуют дороги, или там где-нибудь в Саратове. Сто процентов на какой-то автомобиль я бы не ездил. В итоге, что я могу сказать? Спрашивают, да, жалею ли я про покупку данного автомобиля. Ну, если честно, да, ну, как бы, ну, я считаю, что дорого, необоснованно дорого. Считаю, что все-таки сериус Toyota мог бы быть получше, да, и тот миф, что она там не ломается. Блин, ребят, а чего ломаться? У меня сколько было новых автомобилей, до 100 тысяч километров ни одна машина не ломается. Все едут, и Priora, и Cali, и Fabi, и Skoda, да, и, не знаю, и Nexi, они все до 100 тысяч, они не ломаются. И здесь тоже там гарантия, сколько там, 100 тысяч, и все, и, не знаю. По поводу ликвидности на вторичном рынке, то та еще сомнительная авантюра, да, ну, сейчас выйдет новый у нас кузов, да, и, скорее всего, этот кузов уже даром никому не нужен будет. Ну, и на него все равно цена, хочешь не хочешь, она упадет, как бы, и, по мне кажется, вот, если бы, например, я себе выбирал бы автомобиль, да, да, я лучше бы взял бы новую, но комплектацию пониже, чем я взял бы комплектацию бы выше, ну, с пробегом. Ну, я так считаю. Если, может быть, пробеги там были бы не больше 10-12 тысяч в год, то, может быть, и есть какая-то. А если, как у меня, пробеги там по 60-80 тысяч, то все равно цена, как бы, машина все равно упадет в цене. Но, опять же, да, я там, может быть, выиграл, там, может быть, на последующей продаже продам эту машину быстрее, чем остальные. Ну, если учесть затраты на ТО, да, сколько потратил, если учесть затраты на КАСКО, да, КАСКО реальность, я посмотрел по статистике, самая дорогая КАСКО это на Тойоту РАВ-4, самая дорогая КАСКО. Ну, дороже не бывает, вот, вот, если брать там всякие Киа Спортеджи, если брать, там, Тигуаны и тому подобное, вот самая дорогая КАСКО почему-то на РАВ-4. С чем это связано? Ну, не могу я сказать, честно скажу. Опять же, по тишине, по шумоизоляции, у меня в этой машине сделана шумка, дополнительно потратил еще денежки. Но, когда меня в аэропорт недавно отвозил брат на Ниссане Кашкае, да, 2011 года, я понял, что Ниссан Кашка, он реально тише, да, и на этом автомобиле туда я отъездил 50 тысяч километров, и вот реально он меня на нем отвез, прям кайф и получил, прям реально, и при том там ничего не колхозили, шумоизоляции не делали, ничего. В общем, такой вот у меня, извиняюсь, такой у меня крик души, потому что вот то чувство, что тебя обманули, да, вот то чувство, что тебя обманули, оно как-то тебя не покидает, ну, реально не покидает. Отсюда мы делаем выводы, что... Блин. Отсюда мы делаем выводы, что, наверное, все-таки нужно ориентироваться, в первую очередь, не на то, что там говорят тебе соседи, друзья, особенно те, кто не владели, но зато все дают совет, зато ты ее продашь легко, зато там она не ломается. Еще раз повторюсь, я не такой человек, чтобы там по 400 тысяч ездил на автомобиле. Я прекрасно понимаю, что автомобиль больше 100 тысяч километров, никакой сейчас из современных, не живет. 100 тысяч километров нужно выкидывать, а у меня 100 тысяч километров – это за один год, по сути, понимаете? И в этот раз, конечно же, я 50 раз подумаю и буду голосовать уже не долбанным практитизмом, да, а, наверное, плохое слово сказал, но, наверное, буду... Вот, чтобы действительно эмоции приносило, да, потому что, по сути, вот RAV4, вот все, что здесь есть, да, там подогрев руля, подогрев всех четырех сидений, там, подогрев лобового стекла, оно мне в Сочи, оно вообще мне даром не нужно. По мне, в Сочи, там лучше, чтобы была панорамная крыша, да, чтобы подсветка была, чтобы там парковаться было гораздо удобнее, чтобы дополнительные камеры были, да, а не только там спереди, ну, не только сзади, а спереди, а только тупо парктроники, да, вот, наверное, вот эти мне опции больше нужны, чем, не знаю, псевдонадежность, ну, не знаю. Ну, я не думаю, что, если бы еще у меня Тойота за 60 тысяч, по которой каждую 10 тысяч официалы лазают своим носом, если бы она у меня еще и сломалась, это было бы, вообще, трэш был бы. Все, ребят, пишите в комментариях, как вы думаете, оправданы ли цены на Тойоту, ну, мне просто интересно ваше мнение. Что вы считаете, какая альтернатива лучше за эти деньги, для интереса, да, если бы у вас было 2 миллиона 200, что бы вы купили. И, вообще, ваше отношение, вот, если кто-то там связывался, там, с Тойотой, с сервисом, да, вот, например, вот, мне больше всего, знаете, что улыбает? Улыбает норма часы, когда замена масла и фильтров уходит 2,5 часа. Ребят, 2,5 часа меняют масло и фильтра. А если еще тормозные колодки, еще сверху 1,5 часа, то 4 часа. Представляете себе? Это разве нормально? Я думаю, что это ненормально. Вот, хоть убейте меня, я думаю, что это ненормально. Ну, как можно вот 2,5 часа менять масло? Масло и фильтра, больше ничего. Машина не моет, да, ничего там не диагностирует, ходовую ничего не делает. Ну, просто вот, элементарно. Ладно, извиняюсь за видео такое. Накипело, накипело, еще раз говорю, накипело бюджетный автомобиль. 143 тысячи просто на ТО. 143 тысячи меньше, чем за год. Я уже, да, действительно, иногда думаешь, если, например, на то пошло, чтобы просто в магазин съездить или еще что-нибудь, блин, да проще тогда пользоваться, наверное, вип-такси. Ну, дешевле вышло бы. Я просто недавно вот считал, сколько у меня выходило, да, автомобиль. Это просто жесть. За год сколько она у меня обошлась, вот сколько я потратил денег на солярку, на страховки, на резину, там, на то, на сё, там, да, там, на коврики, шмоврики или еще что-нибудь. Я просто в шоке, ребят, просто-просто в шоке. Ну, все, ребят, вам всем хорошее настроение, побольше позитива. Ну, и пишите в комментариях, что вы думаете про Тойоту 4. Пока.